Один из наиболее важных аспектов, позволяющих сделать ваш танец более чистым, это тема линии. И первое, что мы должны затронуть, это осанка. Всем привет, меня зовут Герман, поехали. Лично мне известны два вида осанки. Как я наблюдаю по конкурсам, используют и тот, и другой. Первый вид осанки, это осанка классическая. Она встречается чаще всего. Второй вид осанки, это латиноамериканская осанка. Она описана в учебнике. Наиболее часто встречающиеся проблемы в осанке, это провал в пояснице. Выглядит это так. Либо это горбленные плечи, либо поданная шея вперед. Либо отставленный зад назад, который ведет также к прогибу поясницы. Для решения этих проблем, первое, с чего бы я начал, это положение веса. Это очень важный аспект. Первое, что мы должны сделать, таз поставить посередине стопы. Что это значит? Я беру мысленно, делю свою стопу на две равноценных части, пополам. То есть центром моей стопы будет следующая точка. Теперь я должен поставить свой таз ровно над вот этими точками. Несмотря на то, что это простое действие, оно решит 50% всех проблем. Второе, что мы должны сделать, это убрать проваленный живот и проваленную поясницу, прогнутую поясницу. Для этого нам нужно повернуть таз следующим образом. Предположим, что у нас есть некая ось, которая проходит через косточки таза. То есть эта ось проходит сквозь, и мы вокруг этой оси можем поворачивать свой таз. Я держу вес над точками стопы и поворачиваю свой таз вперед туда. Результатом становится следующее. Мой таз двигается к ребрам, и это позволяет собрать мне живот. И параллельно мой таз, двигаясь, натягивает мышцы поясницы. Тем самым прогиб также исчезает. Я еще не сказал то, что иногда бывают случаи, когда развалены ребра. Что это такое? Это ребра, выпеченные вперед. Как решить эту проблему? Для этого необходимо представить, что наше тело состоит из блоков. Мы должны поделить свое тело на следующие блоки. Первый блок – это ноги. Второй блок – это таз. Третий блок – это торс. Четвертый блок – это грудная клетка. И пятый блок – это голова. Для решения проблемы с ребрами необходимо блок ребер сместить назад. Согласно ощущениям, должно быть следующее. Ребро должно стать вровень с косточкой тазобедренного сустава. Для решения проблемы с плечами потребуется сделать следующие две вещи. От точки солнечного сплетения до ключичных суставов растянуть себя до состояния, пока вы не почувствуете, что вы пришли в конечную позицию. Последняя вещь, которая требуется сделать для того, чтобы исправить выведенные плечи вперед – это повернуть плечевую кость. Следующим образом. Я называю это крапивкой. Мы берем и поворачиваем эту кость за себя. К чему это приводит? Это приводит к тому, что у нас открывается плечица. В таком положении у нас будет максимально раскрытая верхняя часть. Не горбишь, великан. Ходи гордо. Для того, чтобы шея выглядела прямой, необходимо сделать следующую вещь – расслабить трапециевидные мышцы. Мы должны провести некоторое время, чтобы ощутить расслабление. И в тот момент, когда мы почувствуем расслабление вот этих вот мест, у нас произойдет ощущение веса лопаток, которые тянут кожу на шею. Это ощущение будет для нас показателем того, что мы держим шею ровно. Есть на самом деле еще один нюанс, который я бы хотел затронуть. Это лопатки. Зачастую у некоторых людей лопатки имеют такую форму, что, несмотря на то, что вы выполняете все вышеуказанные инструкции, у вас топорщатся лопатки назад. Для решения этой проблемы я предлагаю сделать следующее. Вам необходимо поставить ладонь следующим образом. Поставить ее так, чтобы она давила на кромку вашей лопатки. Этой ладонью мы пытаемся выдавливать эту лопатку так, чтобы она скрылась под мышцой. И таким образом у нас здесь создается абсолютно ровное место. То же самое мы можем проделать с лопаткой другой руки. Вывести, надавить на кромку и вывести лопатку. Сейчас я вам рассказал абсолютно все, что я знал о классической постановке спины. Но есть еще один вариант. Латиноамериканская постановка корпуса. Основной идеей этой постановки корпуса является следующее. Наш корпус должен находиться немножко над носками, а таз находиться немножко за пятками. Таким образом у нас будет создаваться диагональная линия, которая будет с точки зрения стилистики больше отвечать латиноамериканским танцам. Такая позиция действительно часто используется. И она действительно выглядит очень колоритно. Но минусом такой позиции является то, что она неблаготворно влияет на здоровье осанки. Лично я для себя решил следующее. То, что я в основе своего танца беру классическую позицию. Но в некоторых фигурах, где требуется показать определенный колорит, например, подготовительные позиции перед кроссбэзиком, я создаю эту позицию, а потом перехожу уже в классическую. Буду честен. На протяжении всей своей танцевальной карьеры я борюсь со своей осанкой. И именно это позволило мне накопить все те знания, которые я вам рассказал. Но некоторые проблемы нельзя решить просто этими принципами. Требуются растяжки, требуется разминание мышц и требуется закачка мышц. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, звоните в колокольчик. Меня зовут Герман, это Бальная Латино. До свидания.